Уважаемая госпожа председатель, сегодня мы должны принимать решение. Решение касается практически четкого, ясного вопроса. Речь это об одной из стран членов Совета Европы, которые совершают агрессию в отношении другой страны. Господин Гросс, уважаемые коллеги и друзья, мы говорили только что о больнице. Если мы говорим о больнице, то я должен напомнить о том, что Россией были взяты обязательства в момент вступления в 1996 году. В частности, речь шла о ратификации в течение шести месяцев после присоединения к Совету Европы соглашения 26 октября 1994 года между российскими и молдовскими правительствами и продолжить отвод 14-й армии и ее вооружений с территориями Республики Молдова в течение трех лет после даты подписания соглашения. Случилось ли это в Приднестровской Республике и регионе? Господин Гросс, у вас 28 моментов, которые говорят о том, что в больнице ничего не исправлено. Если речь идет о больнице, то мы должны исцелять больных. И если нам за период прошедшего, с 1996 года, примерно 19 лет, не удалось ничего в этом плане сделать, то надо выводить человека из больницы на кладбище. В этой связи я помню о том, как в 1993 году смелые российские демократы Сергей Ковалев, друзья у нас всех выступали от Российской Федерации. Их теперь обвиняют в том, что они иностранные агенты. Ярлык иностранных агентов навесили на все российские НПУ, работающие в этом контексте. Это делается в связи с их иными мнениями. Даже вчера проявилось разнообразие мнений и в украинской делегации по поводу ситуации в Украине. У них весь спектр мнений присутствует. А в российской делегации только одно, что все у российских друзей в порядке. А теперь Хельсинский договор или Хельсинский акт. Что с ним делать? В нем есть свои положения, касающиеся обеспечения стабильности на границах. Есть соглашения, касающиеся после конфликтных урегулирований. Мы что, должны сейчас открывать ящик Пандоры и забывать о переговорных процессах, имеющих место в Европе? Украину проклянут, если это случится с ней, как будущим членом Европейского Союза. Я думаю, что Россия когда-то, может быть, станет членом Европейского Союза. Она имеет на это право, и ее не следует постоянно наказывать. Я считаю, что мы должны поддержать доклад и проголосовать за пресложенную поправку 28. Здоровоюсь. Продолжение следует...